Все же видели в интернете эти ролики и гифки, в которых кошки буквально взымают в воздух от ужаса при виде огурца. Уверен, что такие кадры видели многие из вас, но задумывались ли вы о том, почему кошки так сильно боятся огурцов? Меня озадачило такое поведение наших любимых пушистиков, и я решил разобраться в вопросе и сделать это видео. В нем я расскажу вам, почему коты на самом деле так сильно боятся огурцов. Суть Суть Как все обычно происходит. Хозяин питомца осторожно и незаметно для кошки кладет огурец позади нее, пока она уплетает свое лакомство из миски. Как только пушистик поворачивается и замечает взявшийся из ниоткуда зеленый продолговатый предмет, лежащий на полу, он в страхе подпрыгивает на месте и убегает, или наоборот застывает перед овощем с широко раскрытыми от изумления глазами. Находятся и смелые коты, которые тут же вступают с огурцом в бой. Какой бы ни была реакция кошки, выглядит все это очень забавно. Неудивительно, что в сети можно найти массу роликов на такую тематику. Хозяева питомцев и зрители, наблюдающие за реакцией кошек через интернет, улыбаются, смеются и получают удовольствие от процесса. Но задумывались ли вы о том, что происходит в этот момент в голове самой кошки? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что кошки относятся к семейству кошачьих, а значит их в какой-то степени можно назвать миниатюрными львами. Для представителей семейства кошачьих, для этих хищных и скрытых существ, естественно быть подозрительными к окружению, особенно если мы говорим о незнакомой для них среде. Кошки всегда на чеку. Даже если вы видите, что ваш питомец дрыхнет на диване или развалился на холодильнике или столе, это не значит, что он полностью отключен от мира. Кошки – опытные и крутые хищники, которые всегда на готове. Они опасаются резких движений, незнакомых объектов, а также мигающего света, например, лазерных указок. Но вот людей они опасаются не очень сильно. Домашние кошки считают своего хозяина мамой-кошкой и доверяют ему. Об этом говорят многие ученые, которые долгое время изучили поведение этих пушистиков. Так все же, почему кошки так цепенеют и пугаются, когда дело доходит до огурцов? Казалось бы, вопрос довольно простой, но даже у авторитетных экспертов по поведению животных нет единого мнения на этот счет. Существует несколько версий, каждая из которых по-своему объясняет этот интересный феномен. Согласно главной версии, кошки пугаются не из-за огурцов как таковых. Такая же реакция кошек может распространяться на любые другие предметы, например, на бананы. Сертифицированный специалист по поведению животных, доктор Роджер Макфорд, объясняет необычное поведение питомцев тем, что кошек застают врасплох в тот момент, когда они наиболее уязвимы. Кошка пугается из-за резкой смены обстановки, непредвиденности и неожиданности. Поставьте себя на место своего питомца. Представьте, вы заходите на кухню, которая выглядит абсолютно обычно, накладываете еду в тарелку и начинаете есть. Вы расслабляетесь, наслаждаетесь пищей и не думаете о каких-то там опасностях. То есть вы в этот момент уязвимы. После трапезы вы встаете из-за стола, поворачиваетесь и видите, как посреди кухни возник большой объект, которого там не было минуту назад. Вы не видели и не слышали, чтобы кто-то зашел на кухню и поставил этот объект. Он появился словно из ниоткуда. Признайтесь честно, испугались бы? Уверен, что многие из вас точно перепугались бы или как минимум были бы ошарашены и удивлены. То же самое происходит и с кошками. А вот согласно другой версии, кошки принимают огурцы за змей, злейшего врага всего семейства кошачьих. Вид длинного и зеленого огурца настолько напоминает кошкам змею, что способен пробудить в них инстинктивный страх перед рептилиями. Последствия Страх перед неизвестным, непредсказуемость, боязнь змей. Все это не так важно. Важна реакция питомца, ведь она очень забавная, не правда ли? Да, с одной стороны, действительно весело смотреть на такое поведение животного, но на самом деле хорошего в этом очень мало. Я вам даже больше скажу. Безобидная, казалось бы, шалость с огурцами может очень сильно навредить кошке. Наши пушистые питомцы не привыкли к тому, чтобы их заставали врасплох, особенно когда они едят и ослабляют свою бдительность. Запугивание ради веселья может причинить большой вред их психике. Подкладывая огурец, мы обманом заставляем братьев наших меньших думать, что поблизости находится смертоносный хищник или опасность. Это наносит им психологическую травму и вызывает стресс. Испугавшись огурца один раз, кошка может навсегда перестать чувствовать себя в безопасности возле своей миски, место, где она может расслабиться и подкрепиться. В долгосрочной перспективе пранки с огурцами могут привести к таким печальным последствиям, как тревожность, агрессивное поведение и даже посттравматическое стрессовое расстройство. Помимо этого, как уверяют консультанты по кошачьему поведению, если кошка пугается на месте приема пищи, то она может потерять аппетит. А когда питомец не ест, это может спровоцировать у него жировую болезнь печени и другие серьезные расстройства. Вывод. Как вы поняли, кошки, будучи хищниками, которые всегда стараются быть на чеку и все контролировать, очень плохо переносят что-либо новое и внезапное. Они приверженцы привычки, так что при появлении чего-то непредсказуемого испытывают стресс, что наглядно видно на пранках с огурцами. Безобидный на первый взгляд пранк не только пугает наших питомцев, но и может спровоцировать очень серьезные проблемы с их здоровьем. Такие пранки чреваты тем, что кошки перестают ощущать себя в безопасности, находясь в месте, где они принимают пищу. Провернув всего лишь один такой пранк с огурцом, вы рискуете подвергнуть своего любимца огромному стрессу и навсегда сломать ему психику. Стоит ли это какого-то смешного ролика, коих в интернете уже тысячи? Думаю, нет. Кошки очень чувствительные животные, и мы должны быть очень внимательными по отношению к ним. Вы же не хотите, чтобы ваш любимец перестал вам доверять или чувствовал себя не в своей тарелке в собственном же доме? Тогда будьте ответственными и заботливыми, и в этом случае ваш питомец будет уверен, что у него самая лучшая мама-кошка на совете. Исходя из всего вышеперечисленного, можно заключить, что коты не любят сюрпризов. Чего-то, что появляется в их жизни или обычном поле зрения, слишком внезапно. Но огурцы и прочие появляющиеся штуки – это лишь одни из многих вещей, которые не любят наши домашние любимцы. Смотрите дальше, и вы узнаете, почему котов нельзя долго обнимать, поразитесь их невероятному обонянию и слуху, а также поймете, почему именно они так ненавидят воду. Резкие запахи Не забывайте о том, что коты – это не просто милые комочки шерсти. Это очень крутые животные, ведь их некоторые органы чувств супер мощные. Например, обоняние у котов просто феноменальное. Оно у них в 14 раз сильнее, чем у человека. Обоняние для кошки – ее основной ориентир в окружающем мире. Еще котенкам она по запаху находит свою маму, а также различает людей и других животных. Не удивительно, почему кошки ненавидят резкие запахи. Представьте, насколько острее они их чувствуют, нежели мы с вами. Представьте, что вы побрызгались резким парфюмом, от которого даже у вас появились неприятные ощущения в носу. А теперь представьте, каково кошке, которая лежит в паре метров от вас. Кошки не любят парфюм, цитрусовые и освежители воздуха. Все эти запахи вызывают у наших пушистиков дискомфорт. Громкие звуки У кошек прокачан не только нос, но и уши. Как считают ученые, коты слышат в 4-5 раз лучше человека. Да и к тому же, коты – это животные, не привыкшие к возникновению резких посторонних звуков. Кошки любят спокойствие, а громкие звуки могут их сильно напугать. Неудивительно, почему они так боятся пылесосов. Также эти питомцы терпеть не могут громкую музыку и явно не понимают, почему она так нравится людям, которые под нее танцуют. Если вы планируете дома праздник с музыкой и гостями, или генеральную уборку с привлечением серьезной артиллерии в виде пылесосов, обязательно подумайте о питомце. Приготовьте место, где кошка будет чувствовать себя в безопасности и комфорте, и обеспечьте ей свободный доступ к воде, еде и туалету. Объятие Вечеринка закончилась, генеральная уборка проведена, и вот вы бежите к своему питомцу, чтобы его обнять и хорошенько потискать. Соскучились ведь? Все нормально, пообнимайтесь со своим котом, но не переусердствуйте. Дело в том, что кошки не любят, когда им уделяют слишком много внимания, если они того не желают. Если ваш кот не хочет, чтобы его трогали, а вы наоборот хотите его потискать, то он, конечно, потерпит вас минуту, но потом начнет вырываться или даже царапаться. Коты воспринимают тактильный контакт как доминирование, поэтому котов лучше не тискать, а гладить, да и то, когда они сами того попросят. Вода Наверное, все знают о том, что кошки терпеть не могут воду. Вода в их представлении существует только для питья, и хотя некоторые кошки умеют плавать и могут проплыть в случае необходимости, самовольно в воду они ни за что не зайдут. Это всем известно. Но знали ли вы, почему именно кошки так не любят воду? На самом деле причин этому несколько. Мокрая шерсть сильно пахнет, поэтому животное может быть обнаружено хищниками. Намокшие волоски перестают выполнять функцию терморегуляции, и животное начинает замерзать. И вдобавок в мокрой шерсти быстро развиваются бактерии, вызывающие различные заболевания. А вообще такой страх распространяется далеко не на всех котов. Есть несколько пород кошек, которые не только не боятся воды, но и с удовольствием купаются. Среди них бенгальские кошки, турецкие ангоры, абиссинские кошки, норвежские лесные коты и мейн-куны. Чужаки Не меньше воды кошки не любят чужаков. Как незнакомых людей, так и новых животных, появляющихся в доме. Коты – территориальные создания. Чужую особь на своей территории они воспринимают тревожно и видят в ней угрозу. Они смотрят на чужака, как на конкурента за территорию, еду, игрушки и, внимание, хозяина. На людей это распространяется в меньшей степени, а вот других котов наши домашние пушистики воспринимают в штыки. Совет на будущее. Если у вас уже есть кот и вы собираетесь принести домой еще одного кота, то к появлению соседа первого питомца стоит подготовить заранее. Обычно новенького кота стараются поначалу держать в другой комнате, чтобы первый питомец постепенно привыкал к новому запаху. Как только он привыкнет, разделите между ними владение и собственность. Каждому питомцу полагаются свои миски с едой и водой, свой лоток и свои игрушки. Постепенно коты привыкнут друг к другу, сдружатся и перестанут видеть друг в друге опасность. А на этом все. Напишите в комментариях, есть ли у вас дома кошка или кот. Спасибо вам большое за просмотр.